Расписывать храм в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник» начали больше года назад. Уже готов алтарь. Художникам осталось завершить работу в основной части храма. Мастера стремятся воссоздать исторические детали Первой церкви Саровской пустыни и расписывают стены по старым архивным фотографиям. Заканчиваем живопись и реконструкции свода, который отражен был на фотографиях архивных, и завершаются работы над живописью в трапезной части храма. Орнаментальные работы уже в стадии завершения. Художники расписывают стены масляными красками по специально подготовленной шпаклевке. Все библейские сюжеты и лики святых пишут в стиле академической живописи, которая в России получила распространение еще в начале XIX века. Изображения получаются очень реалистичными, величественными, с проработкой мельчайших деталей. В таком стиле особенно сложно расписывать купол. Сложности с росписью купола заключаются, наверное, в том, что размер очень большой. Раз. Во-вторых, это все-таки потолок. Два. И его не посмотреть, от него не отойти, его из-за дека не увидеть. То есть, можно расписать, а когда снимут леса, могут быть неприятные сюрпризы. Над росписью церкви в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник» трудится около 15 человек из Сарова и Нижнего Новгорода. Художники из Нижегородской иконописной мастерской «Ковчег» уже расписывали в Сарове Успенский собор, храм Иоанна Притечи, храм Зосимы и Саватия. Роспись храма – дело непростое и кропотливое. Здесь нужна аккуратность, точность, немалая выдержка и сила воли. Неподготовленный человек вряд ли справится, но нанести несколько штрихов мне по силам. Сейчас в храме заканчивают основные этапы работы, а в течение октября роспись планируют завершить полностью. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.